Лето! Я и Шорин, как котлета! Лето — это солнце, а солнце нужно восславлять. Сидел я, значит, переводил мод «Искательница знамений», да, вот так я перевёл «Знойную женщину» учту поэта, это вот «Забегай вперёд». И тут мне приходит сообщение, дескать, ну, можешь что-нибудь сделать с «Войном света» в «Warrior of Sunlight». Перевод для «Война света» какое-то время уже существует, но он не полный, там есть пропущенные строки, ну, всякое такое. Я перевёл все треньки, перевёл именные составы пати, нашёл недостающие строки, например, вот для лагерного навыка «Пых-пых» не было описания. Ну, в таком духе, довёл до ума, что называется. Чем, собственно, интересен этот мод? Во-первых, своей принадлежностью ко вселенной Dark Souls. Я вообще давно заметил, что аудитория ДС и ДД часто пересекается. Во-вторых, это просто хороший и интересный герой. Перекатывается там, солнце выславляет, глушит на контратаке, эстус в карманах таскает. Ну, вносит довольно неплохое такое разнообразие, в общем, советую попробовать. Существует также связанный с воином света мод The Order of Sunlight. Орден солнечного света. Да, я решил вот не опускать слово «солнечного», как это сделано для Warrior of Sunlight. Ну, там понятно, там нужно было как-то сократить название. А здесь я могу позволить длинное название оставить. И вот на этом моменте у меня появляются две новости. Одна, как водится, хорошая, а вторая, как нетрудно догадаться, плохая. Хорошая новость заключается в том, что мод я полностью перевел, в среду закрыл последнюю строку, в четверг еще раз все это дело перечитал, там исправил кое-какие ошибки, какие нашел, и сел записывать футажи для вот этого видео. И здесь начинается плохая новость. За последнее время я поставил довольно много модов на новые классы, и многие из них приходят нулевого уровня через события. Ну вот, знаете, да? Я их сразу беру, чтобы не ждать, пока они приедут в дилежансе. Ну вот, мне проще прокачать, чем ждать там, пока это произойдет. И вот я весь вечер шарился по зеленым заданиям, прокачивал героев, а смотрю уже ночь. И тут я понимаю, что у меня нет ни единого кадра с тринками из вот этого мода в Order of Sunlight. В кибитке цыганки их не продают. В сундуках их нет, за выполнение заданий тоже не дают. Я уже сижу такой на измене, думаю, че, неужели мод не работает? Неделю ковырялся с ним, и че, все впустую, что ли, получается? Что вот я вообще людям покажу? Какой позор на мою лысую голову, как же так? Ну, как любой нормальный русский человек, я читаю инструкцию только в том случае, если что-то не работает. И вот я полез на страницу мода и нашел описание того, как, собственно, достаются эти тринки. Дело в том, что для получения вот этих новых тринек и продвижения в иерархии Ордена, Да, кстати, в этом моде есть ранговая система наподобие вампиризма из внутреннего двора. Так вот, во время задания нужно встретить члена Ордена Фантома. Он, типа, восславляет солнце, там, принимает в Орден и дает триньку в подарок. Но шутка в том, что произойти это может только в подземелье высокого уровня, а я лазил по зеленым. Да, начинайте понимать комичность ситуации. В общем, самих тринек у меня нет, да. Но у меня есть кое-что получше. Фотографии тринек, да-да-да. Их довольно много, они дают всякие хитрые бонусы, там, комплекты можно по-разному комбинировать. Вот есть наборы, в которых три разных украшения с общим бонусом. В общем, все выглядит интересно, увлекательно, но я, к сожалению, ничего из этого не увидел. Да, вот такие вот пироги. Вот пока сижу, перевожу, даже поиграть толком некогда. В общем, пробуйте обязательно, а мне расскажите, как там дела обстоят. Ну и в конце видео небольшие новости. Я просил помочь с названием для Time Breakers Stopwatch. Многие откликнулись на этот призыв. Большое вам за это спасибо. Вы все действительно очень помогли. И в итоге у нас получилось хронограф пустоты. Хронограф это, во-первых, название специальных часов, с помощью которых можно засекать время. Ну типа и секундомеры, часы, и вот что-то вот такое вот оно все. Во-вторых, само слово звучит, ну вот как-то по-старому, вот будто из 19 века. Что-то такое. Пустота же ассоциируется с космосом, да, вот осколки кристаллов из иного мира, вот которые прилетели на комете, да, они же как бы из космоса. Бесконечность вселенной, вот безвремени, такое вот. Это все вот укладывается в одно слово «пустота». Мне кажется, получилось неплохо. В конце предыдущего видео я показывал баг, связанный с блоком, который накладывает паладин. На выходных я покопался и вроде бы как все исправил. То есть, да, я видел, что все нормально, несколько раз там загружался, перезаходил. Все нормально, вижу, что он показывает, как должно быть. Но потом этот баг снова вылез. Не знаю, с чем это связано, с чем это может быть, но грешу на обновление самой игры. В общем, надо думать. На выходных попробуем еще раз разобраться. И последнее, самое «замечательное» в кавычках. В очередной раз обновился Воеводра. И весь мой перевод опять слетел. Ой, блин. В тот раз я делал перевод, мод обновили, мой перевод слетел. В этот раз я опять сделал перевод, и мод опять обновили, и опять все слетело. Да, как будто издевается надо мной, специально ждет. Следит за каналом и такой, о-о-о, ништяк. Валан сделал перевод, сейчас я мод обновлю. Да, обожаю такие вещи, всю жизнь об этом мечтал. Ну ладно, в общем, посмотрим, что там будет. Ну вот, все. За неделю такие вот новости. Пишите о ваших впечатлениях, заглядывайте в группу ВКонтакте. Там я пишу новости по сделанным переводам. Все, удачи, до следующей недели.